здрасте меня зовут олег сейчас разберем как работает трансформатор андрея которая в одном видео прошлом показывал разрисовывал что мы имеем что железо шеобразные три катушки одна катушка 220 вольт другая резонансная с конденсатором и с третьей обмотки мы снимаем обруст еще у нас трансформатор закрывается перекрывается от пластины из пластин не в одном корпусе корпусе отдельно укладывается полоска из этих из пластин и зазор регулируется для чего нужен этот зазор как я уже говорил при ферро резонансе у нас получается что первичная обмотка сетью происходит начинается эффект типа короткого замыкания то есть вся нагрузка которой дополнительные возбуждается в обмотке трансформатора она превышает напряжение превышает и мощность трансформатор повышает чем в сети значит у нас ток уже идет не одни сети с осмотрать рассмотром оси и получается что перегружается и трансформатор перегружаются и железо и цепная реакция наш трансформатор начнет гореть чтобы избежать этого жесткого такого перехода а трансформаторы с трансформаторной сетью вот сделал андрей вот такой зазор чем больше тем меньше связь трансформаторной сети и в зависимости от нагрузки если нагрузка больше зазор может делать чуть меньше если нагрузка меньше то зазор должен быть больше но оптимально как вырабатывается делают методом подпора конечно делается но фиг такой что вот за счет этого зазора он как бы демпфирует не дает короткого замыкания катушки трансформатора сетью и соответственно получается что у нас разгружая нет нет перегрузки по трансформатору и нет перегрузки по железу и смотрим на что не сгорает работает выдает дополнительное электричество он перекачивает более интенсивно с одного конца провода электричества на другой у нас делается в одном месте насадок и избыток при переменном напряжении он как бы меняется местами но если мы возьмем одну точку сажаем на 0 на землю туда получается такая штука что у нас по большому счету сигнал получается такой не синусоиды как мы все привыкли потому что у нас 0 сей это 0 у нас земля для посредине а есть у нас земля идет вот так вот то есть его правильно сделать организацию нашего система то у нас получится вот такая штука вот такие вот нас будут уже не синусоид а вот такие шарики двигаться это нас получается импульсной электрической системы ваша папа если правильный что перемену только как такового переменного напряжения не бывает бывает импульсное напряжение ну когда присоединяем на 0 землю нас получается вот такая система то есть на одном землю нас будет постоянная 0 а здесь он будут импульсы продаваться чем больше нагрузка тем больше импульс 0 0 0 100 0 0 Продолжение следует...